Советская и российская певица, актриса театра и кино Татьяна Паркина скончалась 6 мая на 69 году жизни у себя в квартире в Москве. В 1982 году снялась в фильме «Не могу сказать прощай», благодаря чему стала известной. С 1980-х годов постоянно выступала на сцене в разных ансамблях. С 2000 по 2004 год снималась в телесериалах. Роли в фильмах «Две судьбы», «Зависть богов», «Аплодисменты», «Аплодисменты», «Не могу сказать прощай», «Мимино». На 58-м году жизни 6 мая умерла российская актриса театра и кино Наталья Оленина. В 1983 году Наталья окончила театральное училище имени Щукина. Роли в фильмах и сериалах «Кулагин и партнеры», «Золотой теленок», «Любовь в большом городе 3», «Особый случай», «След». 10 мая в Петербурге на 93-м году жизни скончалась советская актриса театра и кино Светлана Григорьева. Светлана Григорьева сыграла более 50 ролей в театре МДТ. Самые известные из них роль Нюры в спектакле «Вечно живые», «Луиза в коварство и любовь», «Василиса Премудроев», «Живи и помни». Роли в фильмах «Дон Кихот», «Мастер» и «Маргарита», «Дублер» начинает действовать. Американский актер и комик, продюсер и сценарист Джерри Стиллер, отец американского актера и комика Бена Стиллера, скончался 11 мая в возрасте 92 лет. Сниматься начал в 50-е, в сериалах. На счету порядка 115 фильмов и телешоу, среди которых «Лодка любви», «Сказки темной стороны», она написала убийство, закон и порядок, образцовый самец. 11 мая на 78-м году жизни умерла советская и российская киноактриса Алла Мещерякова. В кино дебютировала в 1964 году в фильме «Страницы первой любви». В 1966 году сыграла свою первую главную роль в кино, в военной драме «Сердце друга». Роли в фильмах «Хозяин тайги», «Стоянка поезда две минуты», «Бригада», «Мелодия на два голоса». Знаковый французский актер кино, театра и ТВ, режиссер, сценарист и продюсер Мишель Пиколи умер на 95-м году жизни 12 мая. Мишель Пиколи начал сниматься в 1945, за карьеру отметившись в более чем 230 проектах. Слава к Пиколи пришла после фильма «Презрение». Среди других ролей — корпорация «Святые моторы», «Малышка Лили», «Очаровательная проказница», «Большая жратва», «Дневная красавица». Американский комик, актер кино и ТВ, сценарист и актер озвучки Фред Уиллард умер на 87-м году жизни 15 мая в Лос-Анджелесе. Сниматься начал в 60-е, отметившись более чем в 300 проектах, «Напряги извилины», «Друзья», «Розана», «Сабрина», «Маленькая ведьма», «Остин Пауэрс», «Шпион», «Который меня соблазнил», «Все любят», «Рэймонда», «Американская семейка». Американская актриса, режиссер, продюсер и сценаристка Лин Шелтон умерла на 55-м году жизни 15 мая в Лос-Анджелесе. Причиной смерти Шелтон стало заболевание крови, которое не смогли своевременно выявить. 21 мая на 62-м году жизни умер советский хоккеист, игрок ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Александр Герасимов. Александр чемпион зимних Олимпийских игр в Сараево, семикратный чемпион СССР. В чемпионатах СССР провел 232 матча, забросил 73 шайбы. В Австралии на 84-м году жизни скончался знаменитый теннисист Эшли Купер, который за свою карьеру выиграл 8 турниров «Большого шлема». Самым успешным годом в карьере теннисиста оказался 1958. В этот год он выиграл открытый чемпионат Австралии Уимблдон и открытый чемпионат США. Успешно теннисист выступал и в парном разряде. Он четыре раза выигрывал турниры «Большого шлема» в паре, а в 1957-м помог австралийцам выиграть Кубок Дэвиса. 29 мая на 80-м году жизни умер российский актер театра и кино, артист российского академического молодежного театра, народный артист Российской Федерации Юльен Балмусов. Роли в фильмах и сериалах «Залп Авроры», «Мой папа-капитан», «Очарование зла», «Хозяйка моей судьбы».